Всем привет! Сегодня давайте вместе посмотрим на один из смартфонов от Xiaomi, а именно Xiaomi 12X. Итак, поехали! После покупки вы получаете вот такую упаковку, в которой в комплекте есть скрепка, силиконовый чехол на первое время, также в комплекте кабель зарядки USB-A на USB-C и сама зарядка на 67 Вт. Ну а теперь переходим к самому смартфону. В продаже модели в трех цветах, а также с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем 128 или 256 ГБ. Спереди AMOLED-экран с закругленными краями на 6,28 дюймов и разрешением 2400 на 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Покрыто закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus и в верхней части расположенная фронтальная камера на 32 Мп. На нижней грани стереодинамик, USB-C гнездо для зарядки и передачи данных, микрофон и салазки для сим-карт. Кстати, прорезиненные. На верхней грани еще один динамик, также еще один микрофон и инфракрасный датчик. На левой грани нету ничего, а на правой качелька регулировки громкости и кнопка питания. На задней панели внизу надпись Xiaomi 5G, а сверху блок камер. Отпечатка здесь нету и в кнопке питания тоже нету, а встроен он под стекло спереди. Блок камер представлен основным датчиком на 50 Мп с оптической стабилизацией, 5 Мп макрокамерой и 13 Мп сверхширокоугольной камерой. Также рядом и светодиод. Благодаря своей камере этот малыш может снимать видео как в HD, так и в Full HD, 4К и 8К разрешениях. При этом 8К в 24 фпс, а 4К в 60 фпс. Также здесь есть оптическая цифровая стабилизация и отрабатывает хорошо. Камера снимает нормально и днем и ночью. Есть и минус. На смартфонах, предназначенных для китайского рынка, люди жалуются на запотевание камеры на морозе. Страдает ли этим глобальная версия? Не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. Проблема в азиатской версии решается вытаскиванием салазок для сим-карты и прогреванием смартфона в стресс-цестах несколько раз. На борту здесь 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 875G 3.2 ГГц. Не самый новый, но очень стабильный. За графику отвечает Adreno 650 из коробки Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 13. Также присутствует NFC, а аккумулятор на 4500 мАч. На родном блоке питания полностью заряжается около 40 минут. Экран при использовании достаточно яркий. Для любителей цифр 1100 нит. Смотреть фильмы и играть в игрушки очень приятно. Да и процессор тянет все на ура. Герцогу, кстати, можно выбрать 120 или 60 Гц. Это младшая модель флагманов Xiaomi и ценник ей выставлен 623 доллара. Но цены, как всегда, еще упадут. В комментариях пишите, что вы думаете о Xiaomi 12X. Также, если обзор понравился, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь. На этом у меня все. Всем пока!